МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ Вы смотрите обозрение. Мы работаем в прямом эфире. Здравствуйте. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Теперь Запад будет покупать российский газ за рубли. Европейским покупателям правительство рекомендует пить крановый сок. Украинские нацисты не стесняются использовать для своих грязных инсинуаций и детей. Об этом в традиционной федеральной ленте. А чуть позже выясним, готовили ли страна к форсированному развитию промышленности в плане квалифицированных специалистов рабочих профессий на примере Ставрополья. Итак, первая новость. Госдума Российской Федерации единогласно приняла закон о признании ветеранами боевых действий участников спецоперации на территории Украины. Что дает этот статус? Мы попросили разъяснить председателя комитета Думы Ставропольского края по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Юрия Скворцова. Этот статус позволяет, прежде всего, иметь ветеранам в дальнейшем льготы. Льготы по налогам, по ЖКХ, уплате ЖКХ, по земельным правоотношениям, по санатору курортным лечению и пользованию медицинскими услугами. Кроме того, ежемесячно им будет дополнительная выплата. Она каждый год корректируется и меняется. Оно в стоящее время где-то 3422 рубля. В целом, эта норма социальная, все, которые я перечислял, они являются подспорьем для самого вынослужащего, для семьи вынослужащего, для детей, для того, чтобы чувствовать себя уверенно. Продолжаем. Что называется, наконец-то дождались. Коллективный Запад заморозкой российских резервов объявил дефолт перед Россией и подвел черту под надежностью своих валют, заявил президент России Владимир Путин. Но мы дорожим своей репутацией и поэтому продолжим поставлять газ по объемам и ценам в заключенных ранее контрактах. Однако президент дал директиву Газпрому по переводу контрактов в национальную валюту России и продажи природного газа американцам и европейцам за рубли. Далее новость из разряда. Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что принятые против Российской Федерации санкции тяжело сказываются на гражданах ЕС. Неужели? Но Евросоюз продолжит ужесточать санкционные меры в отношении России. Тем временем цены в магазинах растут не только у нас. Но мы-то к этому относимся достаточно спокойно. А вот европейские покупатели пребывают в полном шоке. Макароны в их магазинах подорожали на 40%. Бумажные салфетки и полотенца на 15-20%. А подсолнечное масло на целых 100%. Также выросла в цене туалетная бумага, кофе, молочные продукты и минеральная вода. А вот немецкие СМИ советуют гражданам в качестве антикризисных мер пить воду из-под крана и теплее одеваться. В квартирах у немцев стало прохладно. Интересно, почему? Далее. Бренд Louis Vuitton оказался между двух огней из-за своих новых украшений. По замыслу авторов, браслет, который вы видите, должен был символизировать соединение латинских букв L и V. Однако западные русофобы рассмотрели в этом совсем другие символы. Поляки. В свойственной им манере моська лает на слона. Продолжают антироссийскую риторику. Это уже не новость даже. Власти этой страны выступили за исключение России из состава большой двадцатки. Китай уже поставил поляков на место, прокомментировав, что ни одна страна не имеет права исключить Россию из J-20. Но Польша продолжает выдавать очередные глупости. Вице-премьер страны Ярослав Кочиньский выступил с предложением отправить на Украину вооруженную миротворческую миссию НАТО. Ему уже категорично возразили власти ФРГ и Венгрии. Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, считает, что решение об отправке контингента Альянса на Украину грозит прямым столкновением войск РФ и НАТО. На это можно лишь вспомнить диалог графа Шувалова и императрицы всероссийской Елизаветы Петровны, который, как утверждают историки, произошел на самом деле. Польша никогда не будет другом России. Никогда. Ну, значит, когда-нибудь не будет Польша. Отдельно хочется сказать сегодня об истериках украинцев по поводу того, что их никак не примут в Евросоюз. Европейцы считают себя прогрессивными, законопослушными, просвещенными, гуманными. Не буду оценивать жителей стран Европы, но вот почему они отфутболивают Украину, можно понять по этим видео. В разных городах Незалежной мародеров привязывают к уличным столбам и подвергают к публичным наказаниям. Учитывая, что Европа категорически топит за права человека, думаю, там все-таки призадумаются над принятием Украины в свою команду. Еще одна информация о том, что творят нацисты с мирными украинцами. В Мариуполе местным жителям приходится хоронить своих близких прямо во дворах. Выглядит это жутко. Нацисты не дают населению выезжать из города, даже из-за подобной необходимости, не говоря уже о гум-коридорах. Все из-за страха потерять живой щит в виде мирных людей, без которого наши ребята перебьют этих ублюдков на раз-два. А вот кадры хроники мирного времени. Тот же Мариуполь, те же мариупольцы и совсем другое настроение на устах и в глазах. Вот так они 8 лет назад встречали нацистов-азовцев и внутренние войска Украины. Как же быстро вы, дорогие украинцы, это забыли. Далее. Еще Михаил Задорнов говорил, что американцы далеки от русских не только территориально, но и духовно. Например, наша народная мудрость им не знакома совсем. И что самое интересное, их жизненный уклад категорически идет в противоположном направлении от мудрых умозаключений, которых наши предки выверяли веками. Вот вам пара ярких таких образцов в подтверждении моих слов. Старый конь борозды не испортит. То есть мудрый, поживший человек плохо сделать не может. И теперь мы видим, что наделал со страной, со своей и всем миром их дедушка Байден. Поговорка. По себе людей не судят. Для американцев имеет прямо противоположный смысл. Политика. Медиаорганизация США в области политической журналистики назвала президента Зелецкого, прости господи, самым влиятельным человеком Европы. Я даже растерялся, откровенно говоря, от этой мысли. Поэтому плавно переходим поближе к нашим берегам, к фейкам производства незалежной. И первый фейк. В США заявили, что Россия готова применить на Украине химическое оружие. Президент Джо Байден заверил, что Москва заплатит слишком высокую цену. Такие сообщения распространяются в средствах массовой информации на Украине. Правда. В Белом доме совершенно игнорируют тот факт, что последняя капля боевых отравляющих веществ, хранившаяся на территории нашей страны, была уничтожена еще в 2017 году. Чего нельзя сказать о США и их сети белолабораторий, которые они активно создавали на Украине. Следуем дальше. Украинские нацисты не стесняются использовать для своих грязных инсинуаций и детей, и животных. Вот один из примеров. В украинском аккаунте появилась фотография обгоревшего ежа в ладонях у человека с комментарием «От действий русских военных на Украине страдают животные». Правда. Это опубликованная фотография в 2021 году в Омске после пожара. Сотрудники МЧС вытащили зверяка из огня. Это изображение широко разошлось по российским социальным сетям. Отдельно стоит отметить, что первоисточник фотографии – издание «Вести Омск». Двигаемся дальше. Губернатор Ставрополя Владимир Владимиров в своем телеграм-канале рассказал о том, что наш регион обладает достаточно мощными производствами и сырьевыми, и высокотехнологичными, ориентированными как на внутренний российский рынок, так и на экспорт. Сегодня особенно важно, что региональные производства не останавливают начатые инвестиционные проекты, они продолжаются, а коллективы предприятий работают. В одной из наших передач мы говорили о том, что Россию ждет форсированное развитие промышленности. В свете изоляции нашей страны и санкционной войны есть острая необходимость возрождать собственные производства – от одежды до станков. Но тогда нам, как никогда, понадобятся специалисты рабочих профессий. Мы задались вопросом, а насколько мы готовы наши колледжи таких специалистов выпускать? Практически со дня своего основания Невиномысский химико-технологический колледж неразрывно связан с компанией «Еврохим» с Невиномысским азотом. Мы готовим кадры для этого предприятия в большом количестве, и в последние годы появилась такая тенденция на наращивание мощностей этого предприятия, и, соответственно, подготовку нашим учебным заведениям еще большего количества кадров для этого предприятия. И благодаря губернатору нашего края мы пошли навстречу Невиномысскому азоту, и, к примеру, в этом году готовим еще дополнительно 50 человек по бюджетному направлению, специальности узкой направленности – это монтажники промышленного оборудования и химики-технологи. Меня, если честно, радует эта тенденция, потому что ребята устраиваются на престижные предприятия, им понятна их судьба в дальнейшем, да я надеюсь на дальнейшее сотрудничество с нашим Невиномысским азотом. Студенты нашего учебного заведения, выпускники, всегда пользовались популярностью среди работодателей Ставропольского края, потому что они, выпущущиеся, получают дипломы, и большинство из них работают в реальном секторе экономики. Все основные и мощные предприятия Ставропольского края всегда ориентируются на наших выпускников, а мы, соответственно, ориентируемся на эти предприятия. Естественно, с той ситуацией, которая сложилась в экономике нашей страны, предприятия будут работать лучше, соответственно, им нужно будет больше качественных и хороших выпускников, и мы, в свою очередь, готовы обеспечить необходимое количество специалистов, выпускников для этих предприятий, чтобы заменить все иностранные товары на российские. И вопросов подготовки кадров не будет, потому что учебное заведение развивается, материальная база улучшается у нас, соответственно, преподавательский состав проходит постоянное повышение квалификации, то есть старается успевать за новыми веяниями, которые в промышленном производстве происходят. И, я думаю, что проблем не будет с предприятием, мы обеспечим подготовленными кадрами. Ну и, конечно, мы не могли обойти тех, кто избрал для себя не очень модные сегодня, но очень нужные и уважаемые профессии, особенно сегодня. Обучаюсь на втором курсе по специальности техническое обслуживание и ремонт двигателей системы агрегатов. Я выбрал бы профессию, так как с малых лет я увлекаюсь автомобилями, и в дальнейшем хотел бы связать свою жизнь с данной профессией, потому что она очень востребована в нашей стране. Я учусь на втором курсе по специальности технологии машиностроения. Эта профессия очень востребована на трудовом рынке, так как нужны специалисты по этой профессии. Я люблю заниматься этим делом, так как это очень интересная и занимательная профессия. После окончания колледжа я всегда могу себе найти работу, это не составит ни труда. Главное, что ребята, кроме профессии, получают еще и соответствующее воспитание. Это видно невооруженным глазом. На сегодня все. Мы будем следить за развитием ситуации и своевременно информировать вас о важных изменениях. Встретимся уже завтра в 20.00 на своем ТВ. Подключайтесь к обозрению и к нашим социальным сетям. Задавайте темы для обсуждения по номеру телефона, который видите на экране. Я прощаюсь с вами и напоминаю, что сила в правде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова